С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Администрация Ненецкого округа планирует привлечь федеральные деньги на строительство школы в селе Тельвиска. Заявка на получение с федерального бюджета межбюджетного трансферта в размере 11 миллионов рублей направлена в правительство России. В прошлом году округ также получал поддержку федерального центра на этот объект в размере почти 12 миллионов рублей. Общая стоимость строительства составляет 278 миллионов рублей. В настоящий момент на объекте завершены работы по устройству кирпичных стен здания, производятся работы по устройству кровли. На стройке трудится бригада из 15 человек. Проектом предусмотрено строительство двухэтажного здания с подвалом общей площадью 3630 квадратных метров. На первом этаже разместится начальная школа. Она будет изолирована от других возрастных групп. Начиная с пятого класса занятия будут вестись в специализированных учебных кабинетах общеобразовательных дисциплин. Наполнеемость каждого класса – 12 человек. На первом этаже разместится спортивный зал и столовая. В здании школы предусмотрены также помещения по трудовому обучению, медицинский пункт, актовый зал и библиотека. Центральный вход будет оборудован пандусом. Согласно условиям муниципального контракта, объект должен быть сдан до 15 августа 2017 года. Подготовка участков под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей в районе Старого аэропорта попала под пристальное внимание прокуратуры и администрации округа. Под угрозой срыва контракт на 94 миллиона рублей. Его заказчик – казенное учреждение «Централизованный стройзаказчик» в процессе работы столкнулся с необходимостью вырубки деревьев и кустарников на подготавливаемой территории. За разрешением на ликвидацию зеленых насаждений заказчик неоднократно обращался в мэрию и получал отказы. За это время в администрации Наринмара были разработаны правилом, согласно которым мэрия должна получить компенсацию за вырубленные деревья и кустарники. Такие условия, как и сам факт появления документа уже после заключения контракта, заказчик посчитал неправомерными и обратился в прокуратуру. На особый контроль ситуацию взял глава региона Игорь Кошин. Вместе с представителями контрольно-надзорного органа и главным федеральным инспектором губернатор совершил объезд территории под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. Сейчас проблема в чем? Почему вы не можете выйти на работу на этом участке и готовить земельные участки для многодетных? Мы должны получить разрешение в муниципальное образование город Наринмар. Разрешение на сурубку зеленых насаждений. Каких? Кустарников и деревьев. Так, хорошо. Почему не получаете? В чем проблема? Город не выдает. Контракт на вертикальную планировку земли в районе Старый аэропорт был заключен между централизованным стройзаказчиком и Усинским ДРСУ 10 ноября прошлого года. Для его реализации потребовалось вырубить небольшое количество деревьев и кустарников. За разрешением заказчик трижды обращался в мэрию и трижды получал отказ. В результате Усинское ДРСУ подрядчик работ по подготовке земель с 11 января приостановил работы из-за отсутствия разрешения. За это время городские чиновники успели разработать правила вырубки и методики расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, расположенных на территории города. После повторного обращения за этот период администрации города было разработано положение по зеленым насаждениям, по компенсации по зеленым насаждениям. И нам будет дан ответ на эту ссылку, что работайте согласно вот этого положения, разработанное до 27 ноября 2015 года. В связи с чем это положение было распространено на более ранний период, начиная с 11 июня, по-моему, 2015 года. Согласно оформленному задним числом постановлению, заказчик должен заплатить за вырубку зеленых насаждений. Правомерность действия властей Наринмара в централизованном строе заказчики поставили под сомнение и обратились в прокуратуру за юридической оценкой. В связи с обращением в централизованную строй заказчика дать оценку законности данного нормативного правоакта, мы провели проверку. Проект данного нормативного правоакта к нам, к сожалению, не поступал. Мы смотрели уже принятое решение. Данный проект имеет регулирующее воздействие. Надлежащим образом процедура принятия данного нормативного правоакта администрации была не проведена, принята с нарушением компетенции. Поэтому в настоящее время нами подготовлено заявление в суд о признании данного нормативного правоакта незаконным. Если это одно из воспрепятствований в производстве работы. В ходе объезда земельных участков стало понятно, что принятое постановление о правилах вырубки деревьев – не единственный камень преткновения. Кроме всего прочего, администрация Наринмара считает, что прежде чем выдать заказчику разрешение на вырубку деревьев, последний должен предоставить в мэрию проект вертикальной планировки территории. Чтобы получить разрешение, сначала должен быть разработан проект. Сегодня проекта нет. Вертикальной планировки. Какое требуется? Проект вертикальной планировки. Вы обещали нам выдать проект вертикальной планировки. Когда? Озвучи, пожалуйста. Первый февраля. Услышали, да? Без проекта планировки мы начали, приступили к работать. А нам сказали, мы к первому февраля. Сегодняшний день у нас поступил этот проект вертикальной планировки? Нет. Что дальше мне комментирует? В чем проблема? Где проект? Вот, перед нами. Так, ну и что? Отправьте в город. Проект вертикальной планировки не является основанием для сноса зеленых насаждений. А то есть это просто пожелание уже города? Да, это пожелание города. Как утверждают окружные специалисты по земельному праву, никаких оснований требовать проект работ по вертикальной планировке, картограммы земельных работ, схемы межевания у городской администрации нет и быть не может. Вот красивая картинка, которую мы видели, да, на месте, она практически повторяет то, что у Алексея Анатольевича в проекте вертикальной планировки. Она практически не отличается. Вот этот стадион, о котором я говорила, да, тут есть зеленая зона, так называемая. Это много разных вариантов. Есть с отметками, вот где какие у нас отметочки, да, вот все это в проекте планировки. Об этом, обо всем Татьяна Васильевна знает, где что должно размещаться, где на каком уровне и так далее. Зачем ей проект вертикальной планировки ценстрой заказчика, не очень понятно. Потому что производство работ – это сугубо территория самого заказчика и взаимоотношения его с подрядчиком. На наш взгляд, для предоставления разрешения о вырубке зеленых насаждений, это не имеет никакого отношения и влияния. Тем более, отметила Анастасия Голговская в перечне документов, которые Татьяна Федорова утвердила своим постановлением о правилах сруба, такого документа, как проект вертикальной планировки, нет. Я так понимаю, что вы не дадите выполнить этот контракт. Правильно я понимаю? Ну, давайте откровенно здесь говорим, нам что-то фантазировать. Игорь Витальевич, для выполнения контракта необходимо выполнить ряд работ. Когда, в какие сроки будет выполнен ряд работ? Вот тогда вы задайте своим, пожалуйста, работникам. Да я задам своим. От нас требуется, от нас требуется. Я не знаю, я не поставлю ни одного человека считать дерево, не имея под собой никакого проекта. Просто сказать, идите посчитайте, где что считать, мы это не будем делать. Я присутствие всех это заявляю. Принесете на рабочие проекты, проект вертикальной планировки, где вы срезаете, где вы насыпаете, после этого мы прием решение. Ситуацию по подготовке земель под застройку усугубляет и тот факт, что на обозначенной территории сегодня уже стоят порядка 35 различных строений. В 10-11 годах администрация города выдавала участки в районе старый аэропорт под бани. Выдача происходила без особого муниципального контроля, и собственники возвели объекты не по тем нормативам, которые были прописаны в документах. А по документам перед началом строительства участки необходимо было отсыпать до отметки 6,40. На деле строения возвели на высоте 4-5 метров. Вот если можно, значит, по порядку скажите, что вы предлагаете нам сделать? Отсыпать здесь на уровень 6,40. Вот те земельные участки, которые сегодняшние не предоставлены, для последующего предоставления гражданам для... Все непонятно. Там, где уже стоят строения наши граждане. И пусть они останутся. Это головная боль гражданина, потому что гражданин в соответствии с теми требованиями, которые город был выставлял, было 6,40. Я правильно понимаю, что вы предлагаете действующие стоящие строения, которые стоят на отметках ниже 6,40, обваловать. Вокруг будет поднято 6,40, а дома будут стоять в яме. Что делать с существующими строениями, остается открытым вопросом. Так же, как и нежелание администрации Наринмара выдавать разрешение на вырубку деревьев. А между тем, контракт по вертикальной планировке территорий под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей истекает в июле этого года. Реализация контракта с последующей прокладкой инженерных коммуникаций и созданием дорожной инфраструктуры позволила бы обеспечить участками 75 многодетных семей. Ну, давайте говорить откровенно, как есть. Вот и что. То есть, мы должны будем сказать, что благодаря действиям, Александр Васильевич, вашим, в этом году многодетные участки у нас... Значит, когда у нас там срок окончания контракта? А? Июнь. Июнь. Ну, соответственно, в этом году участков у нас не будет. Правильно я понимаю. Отмечу, что сегодня в очереди на получение бесплатных земельных участков стоят около 380 многодетных семей НАО. За последние несколько лет мэрия Наринмара выделила многодетным 100 участков, но они все либо не были отсыпаны по нормативам, либо не имеют необходимых инженерных коммуникаций. Сейчас нуждаются в подготовке под строительство. По словам главы региона, вопрос по земельным участкам для многодетных семей сейчас стоит на строгом контроле. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. 17 февраля в прямом эфире радиостанции Наринмар-ФМ Игорь Кошин ответит на вопросы жителей округа. Глава региона расскажет о приоритетах социальной политики, непростых решениях в условиях дефицитного бюджета, точках роста и проблемных вопросах округа. На встречах с коллективами и на личном приеме граждан мне ежедневно задают одни и те же вопросы. Очень часто это домыслы, созданные слуховой волной. Готов развеять их лично в прямом эфире, сказал Игорь Кошин. Прямой эфир пройдет 17 февраля в среду на радио Наринмар-ФМ с 12 часов до часу дня. Телефон студии 2-102-5. На автобусных маршрутах 411 и 413 планируется ввести единый тариф на проезд. Сколько же будет стоить разовый проездной и для чего решено объединить тарифы? 28 миллионов рублей убытка. Ненецкая литинговая компания отчиталась о финансовом состоянии. Зима на севере. Хотите, чтобы вашу рекламу услышали и увидели на всей территории округа? С 15 января принимайте новое предложение от Ненецкой ТРК. Пакет «Все включено». Цена пакета всего 20 тысяч рублей. За эти деньги вы получите возможность многократно заявить о себе сразу в трех СМИ. Подробности по телефону 2-17-17. Зима на севере. Глава региона Игорь Кошин поручил своим заместителям усилить контроль за окружными активами. Такое распоряжение он отдал после встречи с директором Ненецкой лизинговой компании Андреем Чайко. В компании, завершивший год с 28-миллионными убытками, запланирован рост расходов на оплату труда сотрудников на 25%. С момента создания Ненецкой лизинговой компании округ вложил в структуру около 430 миллионов рублей. В последние годы у компании выросло количество должников по лизинговым платежам, но при этом резервный фонд для покрытия убытков долгое время не создавался. В результате минувший год лизинговая компания завершила с убытком в 28 миллионов рублей. По словам Игоря Кошина, цитирую, когда предприятие работает в убыток, запрашивает дополнительные средства из бюджета округа и при этом поднимает своим сотрудникам зарплату, в то время как во всех окружных организациях происходит ее сокращение, ситуация перестает быть адекватной. Губернатор поручил всем профильным заместителям контролировать финансовую ситуацию в подведомственных предприятиях и учреждениях. Средняя заработная плата в Ненецкой лизинговой компании за 2015 год составила 81,9 тысяч рублей. За минувший год компания заключила 39 договоров лизинга. В 2014 и 2013 годах это количество составляло 26,23 соответственно. На автобусных маршрутах 411 и 413 планируется ввести единый тариф на проезд. Сейчас пассажиры, которые едут по городу, оплачивают 30 рублей, а те, кто отправляется в поселок Искатели, должны заплатить 40. Эта путаница неудобна как для пассажиров, так и для кондукторов. Сколько же будет стоить разовый проездной и для чего решено объединить тарифы, расскажет Алена Валей. В месяц Наринмарское автотранспортное предприятие перевозит более 190 тысяч пассажиров. Из них более 20 тысяч – это те, кто пользуется услугами общественного транспорта бесплатно. Остальные должны оплатить полную или частичную стоимость билета. На сегодняшний день себестоимость одной поездки на автобусах АТП составляет более 50 рублей, но пассажиры оплачивают меньше. Бюджет там оплачивает, соответственно, разницу между существующим тарифом, так сказать, экономически обоснованным вот эти 50 рублей, и разницей с билетами. Ну, в прошлом году, допустим, у нас жильотников было практически 60%, соответственно, нагрузка на бюджет была больше. А в этом году, потому как появились у нас платные пассажиры, школьники, студенты, пенсионеры, хотя осталась категория льготников еще небольшая, тем не менее, как бы в этом году бюджет, естественно, нам даст меньше субсидий. В прошлом году сумма субсидий из бюджета округа составила 110 миллионов рублей. Сколько предприятия получат в этом году от региона, пока неизвестно. Субсидии предоставляются по итогам квартала. К тому же теперь предприятие должно получить денежные вливания не только из региональной казны, но и города. С этого года маршруты автобусов разделены. За городские 2-й, 4-й, 4-й, 6-й, 7-й и 8-й отвечает администрация Наринмара. А вот 411 и 413-й остались в округе. Следовательно, и тарифы на перевозку пассажиров, а также субсидии определяются и выплачиваются за счет бюджетов того органа власти, который исполняет полномочия. На основании регионального закона власти субъекта решили установить единый тариф на межмуниципальные маршруты. С 1 марта изменятся тарифы. На межмуниципальном сообщении для пассажира без льгот стоимость проезда станет единой – 35 рублей. Текущее разделение тарифов – город 30 рублей, город-искатели 40 – приносило неудобства как пассажирам, так и кондукторам, которым приходилось отслеживать, сколько должен проехать каждый пассажир. Единый тариф, безусловно, в этом отношении гораздо удобнее. На городских маршрутах пока все останется без изменений. Также не изменятся и категории льготников. Право на бесплатный проезд на межмуниципальных и внутримуниципальных автобусных маршрутах осталось у жителей региона старше 70 лет, инвалидов 1, 2 и 3 групп, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 18 лет и старше, если они учатся в образовательных организациях на территории округа. Также право бесплатного проезда предоставляется детям до 18 лет и до окончания учебного заведения, если среднедушевой доход семьи не превышает однократной величины прожиточного минимума, установленного в округе в расчете на одного человека. Чтобы подтвердить право бесплатного проезда, пенсионерам старше 70 лет необходимо предоставить кондуктору паспорт. Инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо показать два документа – копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка и копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей до 18 лет или до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях, предоставляют копию паспорта или копию свидетельства о рождении и специальную справку, выданную отделом семейной политики, опеки и попечительства. Также специальная справка предусмотрена для школьников и студентов из малообеспеченных семей. Для получения этой справки необходимо обратиться в отделение соцзащиты. Что нам должны предоставить? Обязательно. Если ребенку, достигшему 14 лет, это паспорт. Если ребенку, не достигшему 14 лет, это свидетельство о рождении. Вторая – это справка о составе семьи. Также справочки о доходах всех членов семьи, работающих за последние три месяца. Справка выдается в течение пяти рабочих дней. В следующий раз документы для нее семьи с низким доходом должны будут собрать в конце августа. В Наринмаре прошел региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. По его итогам определили победителем, который представит регион в Санкт-Петербурге. Зима на Севере. Объединяет более 60 тысяч человек и 2 тысяч коллективов по всей стране. Всероссийский хоровой фестиваль 2016 объявил начало регионального этапа. В Ленинском округе он прошел в три этапа. Он завершился большим галоконцертом и объявлением победителя. Он представит Ленинский округ на следующем этапе конкурса в Санкт-Петербурге. Всероссийский хоровой фестиваль для коллективов Ненецкого округа – возможность показать свои достижения. В течение года ансамбли и творческие группы усердно работают над репертуаром, словом и голосом. Как оказалось, у жителей России и даже округа они разные. Николай Пифановский не одно десятилетие изучает голосовое многообразие региона. Узкара – это одно. Там как бы к Ямаланейскому, если хотите, там хорошие голоса. Каратайка – она смесь коми и языка, и в том числе и произношения. Ближе вот здесь, кто на печоре, голоса в основном это высокие. Поэтому и северный хор раньше набирали из виски, из макарова. Очень много есть хормейстеров было, хоровиков из Наринмара. А вот низкие такие грудные глаза – это уже, начиная, волковая, пёша там, где есть хайга. На хоровом фестивале 2016 можно услышать 22 разных звучания. Именно столько участников приехали на региональный этап. Каждый коллектив должен представить разнообразный репертуар, в том числе песни о капелла. Песенный клуб-кооператор приготовил патриотическую программу. Песни о войне, любви к родине, душе русского человека, их конёк. И неважно, что большая часть группы занимаются пением, как любители. Во-первых, это круг общения людей. Вот они идут сейчас в пожилом отрасли, они идут петь. Они, во-первых, здесь общаются, а во-вторых, они развивают свои певческие навыки. Они учатся петь, правильно петь. Они к этому стремятся и слушают. Всеми красками на сцене блистали не только голоса, но и костюмы участников. Бархатные с золотым шитьём у хора посёлка Индиго, исконно русские сарафаны с кокошниками у телевисочных певцов, переливающиеся всеми цветами солнца у сцелёмские юбки. Именно их красоту отметила жюри на церемонии закрытия регионального этапа. Всем служителям народной песни вручили дипломы разной степени. Ну а гран-при достался озорному и голосистому вокальному ансамблю «Соловейка» из Тельвиски. Теперь им предстоит защитить честь региона на уровне федерального округа в Санкт-Петербурге. Валентина Чибичик, Владислав Носкин, телеканал «Север». Экс-солистка группы «Тутси» Настя Крайнова побывала в гостях у радио «Север-ФМ». Сейчас она успешно работает сольно, карьеру солистки удачно совмещает с работой на телевидении и радио. Ведёт свою авторскую рубрику «Блондинка за рублём» и шоу с Крайновой на краю. Своими творческими планами Настя поделилась и со зрителями «Севера». Прилетев в столицу Заполярья, певица сразу обратила внимание на очень уютную и домашнюю атмосферу маленького города, отметив, что несмотря на суровый климат, Наринмар встретил хорошей погодой. Впрочем, сухой морозный воздух – это не единственная ассоциация певицы с нашим городом. Вы знаете, я не знаю почему, но почему-то именно организаторы очень попросили меня спеть «Незамужняя». Я не знаю почему песни группы «Тутси» именно «Незамужняя». Пожалуйста, Настя, мы очень против. Вы можете петь всё, что угодно, но, пожалуйста, чтобы песня «Незамужняя» была. Вот поэтому, наверное, сейчас, в данный момент у меня эссоциация «Наринмарс» «Незамужняя». Наверное, здесь много девушек красивых и незамужних. Солистка исполняет как те песни, которые когда-то пела группа «Тутси», так и свои сольные. Кстати, одну из них Настя подарила нашей радиостанции «Север-ФМ». Премьера песни, как и по всей России, состоится 23 февраля.